Сегодня дан старт фестивалю зима начинается с Якутии. Ежегодное событие, которое символизирует начало новогодних праздников, открыли сегодня в столице республики. Сказочные герои – властелины холода. Еще в первой половине дня они встретились в парке отдыха и культуры Якутска. Затем вечером вместе с жителями и гостями города зажгли главную елку республики на площади Ленина. Как встречали зиму на якутской земле, расскажет Сырглана Захарова. Путь и началась в Якутии. Настоящая зима задолго до 1 декабря. По всей стране ее, как правило, принято встречать именно в этот день. Главные сказочные герои и любимцы всех детей – якутский Чесхан, татарский Кышбабай и Дед Мороз из Великого Устюга по традиции встретились в столице республики и дали старт всероссийскому фестивалю «Зима начинается с Якутии». Здравствуйте, друзья мои. Вот уже стала доброй традицией мне приезжать в ваш замечательный край. Край холода. Суровый край. Но, поверьте мне, тепло ваших душ, доброта сердец, сияние глаз, как северное сияние, согревает нас всех. Фестиваль продлится до 3 декабря. В его рамках пройдут различные выставки, конкурсы, в том числе и ставшие одними самых долгожданных событий. Гастрономический фестиваль «Вкус Якутии» в эти днише в повара ресторанов и кафе представляют изысканные блюда с разных уголков мира. Однако все же особый акцент они делают на национальной кухне и своеобразной интерпретации известных блюд. Северная рыба чир и алепинская картошка, из которой мы сделали вот такие домашние чипсы. Сейчас существует уже мода, что ли, может быть, так назовем, на более интересные подачи блюд. Все-таки я думаю, что надо уже немножко отходить от старых канонов. С этого дня по всей стране начнут зажигаться главные символы новогодних праздников – елки. Первой разноцветными огнями залилась 10-метровая красавица на площади Ленина в Якутске. Давайте вместе согреем елочку теплом души нашей. Вместе! Раз, два, три! Елочка, гори! Несмотря на почти 40-градусный мороз на улице, на площади собралось немало людей. Прекрасное настроение, и елка вообще очень красивая, салют вообще изумительный, восхищений очень много. Здоровья крепкого всем, благополучия, всего самого лучшего. Всем здоровья главное. Праздования продолжились уже на площади Орженикидзе. Властелина якутской зимы Чесхан передал Деду Морозу символ холода, кристалл из Аймякония. Кристалл холода, который провезем по всей стране, в каждый город, в каждый дом. Уже совсем скоро он отправится в марафон по городам России и подарит новогодний дух каждому жителю нашей необъятной страны. Сарклана Захарова, Владимир Павлов, Андрей Рукавишников, НВК Саха, Якутск.